Любой аккаунт в WhatsApp с легкостью можно взломать. Обнаружен новый способ. Миллионы штрафа для соцсетей и новый вариант блокировки от Роскомнадзора. Кажется, Twitter, Facebook и Telegram должны начать переживать. Forbes назвал Дурова богатейшим бизнесменом России. Стало известно состояние IT-гения. Это свежие новости, о которых мы сегодня поговорим. Приветствую на канале Телеграммер. Роскомнадзор продолжает наступать на соцсети в России. Парочка неутешительных новостей появились за эти дни. Во-первых, ведомство успело оштрафовать TikTok на 2,6 миллиона рублей, Twitter на 8,9 миллионов рублей, Одноклассники на 4 миллиона и ВКонтакте на 1,5 миллиона рублей. Подобная ситуация ожидает и мессенджер Telegram. 6 апреля должно было пройти заседание суда, где и предполагалось, что огласят возможную сумму штрафа, но стороны не явились на него. Об этом сообщил Таганский суд. Новое слушание назначено на 12 апреля. Напомню, все только что перечисленные штрафы соцсети получили за неудаление постов с призывами к противоправным действиям. Кроме того, что Роскомнадзор занимается выкачкой денег из соцсетей, ведомство активно работает над эффективными методами блокировок ресурсов, если вдруг они задумаются снова нарушать законы. Напомню, еще в марте Роскомнадзор начал замедлять трафик Твиттера для российских пользователей. Это более мягкий аналог блокировки, введенный в качестве наказания за то, что Твиттер опять же не удаляет материалы, которые признаются российскими судами и ведомствами противозаконными. Но теперь соцсети могут снова начать переживать, ведь стало известно, что РКН придумал метод получше, как замедлять трафик сайтов и приложений. Если ранее обязанность по блокировке возлагалась на операторов сотовой связи и провайдеров интернета, а соцсети могли лишь встроить свои приложения и инструменты, которые с легкостью обходят подобные ограничения, то сейчас РКН внедряет свои методы, которые будут находиться под контролем ведомства, а не операторов и провайдеров. Эти технические средства противодействия угрозам впервые стали применяться в марте при замедлении трафика Твиттер. Запуск этих устройств прошел неудачно. Хотя Твиттер и удалось замедлить, вместе с этим была нарушена работоспособность десятков других популярных сервисов. Уверен, РКН не оставит в покое соцсети, потому их руководству крайне важно быть во всеоружии и готовиться к обходам блокировок. Ранее на канале я часто рассказывал о том, как обойти блокировки Телеграма. Если вдруг случится так, что любую из соцсетей снова заблокируют, не беспокойтесь. На канале я обязательно расскажу все варианты обхода. А чтобы не пропускать подобные видео, а также свежие новости и лайфхаки приложений, подписывайтесь прямо сейчас. Чем нас больше, тем мы сильнее. Все фанаты Павла Дурова могут порадоваться за создателя мессенджера Телеграм. Ведь впервые авторитетный журнал Forbes включил бывшего владельца ВКонтакте в список богатейших бизнесменов России. Дуров попал на девятое место. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Отмечается, что за год, по версии Forbes, Павел успел привлечь в свою копилочку 13,8 миллиардов долларов. Стоит отметить, что в первой двадцатке не удалось отыскать ни одной личности, которая напрямую относится к IT-отрасли. Поэтому лично я считаю, что попадание в такой список, благодаря созданию Телеграма и последующим успехам мессенджера, это, конечно, уровень. А как думаете вы, сможет ли Дуров за несколько последующих лет добраться до вершины рейтинга, исходя из успехов его работы? Пишите в комментариях ваши суждения. А вот в сети появилась информация о новом способе взлома и увода аккаунта в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили специалисты по информационной безопасности. Метод выглядит вполне невинно, и вы даже можете не заметить, что у вас украли доступ к учетной записи и переписке. Как это работает? Пользователю приходит смс-сообщение с кодом, а затем некий друг или знакомый просит сообщить ему присланный код. Если это сделать, с большой долей вероятности ваш аккаунт будет захвачен. Да, все максимально просто, и именно данный метод стал активно использоваться мошенниками. Код, который присылается, используется для восстановления доступа к аккаунту. В сообщении есть предупреждение о том, что этим кодом нельзя делиться с другими людьми, но многие игнорируют его. Во многих уже произошедших случаях бдительность юзеров была усыплена тем, что код запросил их знакомый, который, скорее всего, тоже был взломан. Злоумышленник, получивший код, может зайти в чужой аккаунт и получить доступ к переписке и личным файлам, если они сохранены в облаке. Кстати, именно данные, которые сохраняются в облаке, наиболее подвержены краже. Это подтверждают другие эксперты по безопасности. В одном из видео на канале я уделил внимание изменениям настройок популярных мессенджеров, дабы ваша переписка была в сохранности. Ссылку на ролик оставлю в описании и настоятельно советую с ним ознакомиться. Если вы уже занервничали, ведь замечали подобную ситуацию с вашим WhatsApp-аккаунтом, паниковать не стоит. Если не пересылать этот код знакомому, ваш аккаунт останется в сохранности, мошенники его не уведут. Тем не менее, эксперты советуют защищать аккаунт WhatsApp двухфакторной аутентификацией, при которой вход в мессенджер необходимо подтверждать вводом пин-кода. Также они советуют обращать внимание на текст сообщений от WhatsApp. Если в СМС написано, что кодом нельзя делиться, то не стоит сообщать его постороннему, даже если вы думаете, что общаетесь со своим другом. Защищен, значит вооружен. Будьте бдительны. На сегодня это все новости. Хотите отблагодарить меня и мои старания? Тогда просто жмите на палец вверх под этим роликом. Ваши лайки – самый большой стимул продолжать создание новых видео. Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь на волне тренда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телеграммер.